ТЕХНОМАКС Ну что, и снова всем привет, с вами Техномакс, это ДУМ-3 И мы продолжаем, и нас ожидает телепорт на ту сторону Он теперь работает Патроны есть, все есть Начать процедуру переноса Система готова Телепорт растворится через 3, 2, 1 Вот мы и попали на место Это Дельта-Сектор-2, биологические исследования Тут занимаются изучением образцов, полученных при телепортации И вот в таком вот, то что вытаскивают с той стороны Короче, примерно отсюда все это попало Нужна карта Да-да-да, пугание паром Очень избитый прием Горящий зомби Ничего нет, завалено все Один встал, не дождавшись окончания сеанса Так, карта доступа есть Раз уже не встанет Нормально так, в прыжке удалось его отоварить Исследовательский блок Вход Ну конечная перезарядка Дранный пулемет Постоянно забываю, что у него мало снарядов Хранилище 2 Так, а что здесь есть? Открыть складскую зону Есть складская зона открыта Там кто-то есть Зомби там Тут что-то открывается вроде Ох, какие звуки Ну-ох Ну-ох Не, пугаят Торг 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 Да, вот неожиданность, телепортируешься, думаю, сейчас засаду устроят А там уже в морду плазмомет смотрит Ну-ка, Фрэнсис Эриксон Это телефон, который Дельта Лабс Так, еще один шкафчик Склад охраны, номер 103 Фрэнсис Эриксон, инспектор техобслуживания, аудиозаписей нет Охрана Дельта, запрос на смену кодов шкафчика Фрэнсис, в вашу зону будет отгружено некоторое количество дополнительных припасов Для центральной группы безопасности Их нужно положить в шкафчик номер 103 Изменить код доступа на 259 С уважением Томас Сандерсон, охрана комплекса Дельта, секретарь 259 Отлично, плазма А, лампа упала Ложная тревога Корбин Хьюз, шкаф от марсианского друга Фрэнсис, мы опять получили один из этих дурацких шкафов от марсианского друга, но никто не может понять, как он открывается Можешь выйти в сети посмотреть, есть там код? Я скажу ребятам, чтобы они поставили этот чертов шкаф в одно из складских помещений наверху Спасибо за помощь, Корбин Да, есть тут шкафчик, в котором реально нужно смотреть код В интернете Ну а можно просто посмотреть один раз, а потом записывать У меня не записано нифига Центральный доступ Надоедливое блюдо Ну там Там и шимпа убила Нет, это слишком круто для зомби Там имп что ли стоит, ну как? Вариант там Ничего там что-то не стоит, хотя звуки есть Может я чересчур перестраховываюсь Может я чересчур перестраховываюсь Ну там что, жжет, блядь Подозрительное место Подозрительное место Что это было? Я такого не помню А вот такое я помню Ну-ка, где ракетница Вон там сейчас скотобазы появятся Что это было? Что это было? Там был Там был Мудак там был Как его там? Арчвайл, блядь Который призывает и призывает Демонюк, пока его не завалишь Который еще огнем умеет Пердеть во все стороны Вот я помню этого гада Вот я помню этого гада Вот я помню этого гада Или это был не Ашвайл еще его Место просто Очень похоже Так, чего по патронам? Патроны уже кончаются Почихоньку Автомат Автомат дробовик Спасибо, открыл А я как раз думал, блин, где же искать КПК, чтобы открыть? Закрыто Закрыто Это Лифтовый холл Общий доступ Чего там меня ждет? Говоришь? Ага, лифт Что это? Что это? Ну давай утрыгивай уже, падла Я же знаю, а ты здесь я себя убил быстрее чем они меня убили ну потому что я как с ракетницы обращаться это не умею по-нормальному теперь-то я знаю что он там выходи давай горбатый он просто как-то быстро вышел первый раз но хоть иногда помирать блин а тут что-то как-то это не убивают они меня в основном вот интересно действительно да есть тут живой один бух ты меня напугал рад тебя видеть я надеялся что пришлют несколько больше людей я припариру один из экземпляров которые нам удалось раздобыть еще какое-нибудь врожденное слабое место что помогло бы остановить их но пока ничего не обнаружил слишком мало времени я останусь здесь и буду искать дальше соседней комнате лежит броня и боеприпасы код к шкафу 624 бери пригодится 624 хорошего ну другое дело опять что-то из-за дверки торчит броня плазма бфг бфг да я про нее забыл в прошлый раз хотя не сказать чтобы она прям была нужна эта бфг вот она четырьмя уровнями для заряда но это слишком мощное оружие пока что понравилось не понравилось да как тебе вот это понравится он уже сдох так быстро одну секунду проф профессор вы давайте пока это а я тут осмотрюсь да еще один и еще один имп закрыта походу заперся и это вскрывает так ну все отсюда нужно сваливать нет он не там наверху а приседать то не умеете да лошары ну ладно хватит играться а теперь лови в обратку вот примерно вот так с ними нужно ты парашют забыл когда прыгал так сканирование разницы вход-выход наушная станция анализ данных какие данных я знаю то но не тоже стабильность лучей ЭПР это который в начале был этот ну типа где компактер этого молекулярного топлива и прочее вот это вот ты умрёшь ты умрёшь это должна была быть схема но она почему-то объемна ну ну местный золопар я уже ухожу я понял вас закрыта да экземпляр 197 образец в камере отображения генома дата анабиоза интеллекта и социальной структуры трагическая судьба первых экспедиции ой как заебали вот эти вот из монитора разговаривать только сбивают так еще один экземпляр 31 экземпляр 218 27 а теперь проверим почту Экземпляр 197. Бес Длинные мускулистые конечности этого гуманоида придают ему исключительную подвижность. Благодаря длинным острым когтям он может карабкаться по крутым поверхностям, а расположение 10 глаз дает широкое поле обзора и позволяет хорошо видеть даже в плохо освещенных помещениях. Экземпляр 42. Зомби. Частично Это существо способно функционировать без сколько-нибудь заметной активности головного мозга и практически не обладает инстинктом самосохранения. Несмотря на медлительность, эти существа агрессивны и упорны. Экземпляр 31. Рыцарь Ада. Частично Масса головного мозга этого двуногого прямоходящего экземпляра указывает на то, что он является одним из самых крупных обитателей своего ареала, побеждающий свою жертву грубой силой. Рыцаря Ада. Один из самых жестоких хищников, известных нашим исследователям. Как и бесы, эти существа способны бросать на большие расстояния сгустки плазмы. Ревенант. Экземпляр 218. Эндоскелет этого существа просвечивает сквозь полупрозрачную почти нематериальную кожу. Несмотря на отсутствие видимых мускулов, это создание способно бить на близком расстоянии с неимоверной силой. Две пушки, установленные у него на плечах, контролируются нервной системой существа и позволяют ему пускать самонаводящиеся ракеты. Экземпляр 27. Бес. Частично. Левое предплечье экземпляра ампутировано для биологического исследования. Исследователи сейчас пытаются выяснить, как эти существа могут создавать и кидать руками сгустки плазмы. Ну, во всяком случае, в книге, по-думу, я имею в виду в художественной, там было написано что-то насчет биологических процессов, происходящих у них в клетках. Как-то там они какую-то слизь, короче, выделяют, и у них есть способы воспламенять в руке. И таким образом происходит метание. Найдите другой путь на второй этаж. Эй! Есть кто-нибудь? Эй! Эй! Есть кто-нибудь? Стойте, я вам говорю, пожалуйста! Сейчас. Нет, господи, нет! Мама! Бля, вот козел, а! Не успел. Тут, как бы, не успеешь. Так, нет, это не то. Джейк Стэммонс. И, кстати, ремонтный люк. Он открывается с другой стороны, я это точно знаю. Или нет? Или нет? Не, он должен тут открываться где-то. Блин, где уж он открывался. Ну, значит, больше нигде не открывался. Хорошо, сейчас почитаем еще. Джейк Стэммонс, старший аналитик. Общий доступ к аудиозаписи нет. Томас Фрэнкс, складские шкафы. Джейкоб, мы недавно изменили код на замке складского шкафа возле станции управления на бьёздным конвейером на 371. Не забудьте упомянуть об этом в отчете по безопасности. С уважением, Томас Фрэнкс, охрана комплекса, Дельта Секретарь. Техподдержка. Нет света. Первое сообщение. Что у вас там творится? Всю неделю были перебои с подачей энергии в области переброски образцов. В таких условиях невозможно работать. Пошлите, пожалуйста, сюда кого-нибудь и проверьте, в чем дело. Заранее спасибо. Джейкоб Стэммонс. Ответ. Уважаемый мистер Стэммонс, нам уже сообщили о проблемах с электропитанием в вашей зоне. Сейчас мы пытаемся решить сразу несколько проблем с энергоснабжением в комплексе Дельта. Вы нам очень поможете, если проверите предохранители в блоке 04. Может, просто они сгорели? Пожалуйста, отправьте отчет в отдел поддержки, и мы прибудем к вам так скоро, как только сможем. Спасибо за сотрудничество, отдел технической поддержки. Да, хреново, когда свет вырубают. Особенно в таких местах. Где-то не так свет выключили, и все. И нет землян. А-а-а, да-да-да-да-да-да. Сейчас нужно будет ходить. Ходить за капсулами. За капсулами по коридору. Ну-ка. Понабезная камера. Система питания отключена. Слежение отключено. Конверт не работает. Запускаем. До хрена они поналовили этих импах. Смысл в том, что камера освещает немного. Но, в принципе, обойтись можно и без нее. Плюс еще в том, что... Плазмомет тоже чуть-чуть освещает. От плазмомета слабенькое призрачное освещение идет. А вот и волк, кстати. Да, погребали. Весь пол вниз ушел. Я вообще, блин, не понимаю, благодаря каким механизмам это все уходит вниз и зачем. То есть, это стоит понимать, что на базе все так и работало. Идешь, идешь, уйдешь, у тебя под ногами пол вниз. Хуя, блин. Можно же руки и ноги переломать так. Еще, кстати, давным-давно, когда я только всякие разные моды ставил, проверял, вот о игре. Был прикольный мод. Был один прикольный мод, я уже не помню. Тоже, кажется, графический. Так вот, там были световые гранаты, которые лежали некоторое время и давали свет. Вот световые гранаты. Это было довольно интересно. То есть, взяли гранаты и, получается, она, когда раскрывалась, из нее сверх шла во все стороны. Ну, ее и стену освещала там полы, потолки. И было довольно интересно. Гранаты приходилось уже тратить, короче, на освещение, а не на то, чтобы воевать. Вот жалко, что по умолчанию ничего такого в игре нет. Так, какой там был код у нас? Код сквей в шкафы. Код на 371. Так, ну, идем дальше. Часть вторая. Темных переходов. А, у них тут процесс дезинфекции проходит. Это дезинфекционная камера. Патрончики. Дума-то, игра, в которой фонарь реально хоть светит. О, расстояние до стены, пиздец. И ее видно. В современных, блин, хоррорах и шутерах фонарь в лучшем случае светит где-то вот так. Дальше начинается темнота. Я именно поэтому постоянно на эти фонари ругаюсь, блин. Потому что это очень глупо делать сложность за счет того, что фонарь не светит. Или делать напряжение какое-то. Но, тут тупик. То есть, сюда все уже, мне ничего не попасть. Жалко, стиль нападения у луков. Несколько не отличается разнообразием. Тут же были моменты, когда импы ползали по потолку, выползали из вентиляции каких-то. Но это интересней. Хоть бы разными способами нападали. Кстати, видеодиск по поводу биолаборатории. Это вот она самая, которая там крутилась. Музей образцов анабиоза. Добро пожаловать в сектор анабиозных камер комплекса Дельта. В этой лаборатории содержатся и изучаются существа из иных измерений, обнаруженные при испытаниях телепортатора, производившихся на третьем уровне комплекса Дельта. Добытые экземпляры, похоже, являются углеродными формами жизни и обладают чрезвычайной устойчивостью к высоким температурам. Кожная ткань существ чрезвычайно устойчива к трению и разрезу, что сильно затрудняет исследование их внутреннего строения. Эти существа обладают невероятной силой и ловкостью. Некоторые виды способны создавать сгустки плазмы и управлять ими. Каким образом существа порождают эти сгустки, неизвестно. Существует мнение, что эти существа обладают зачатками интеллекта и социальной структуры. Трагическая судьба первых экспедиций сквозь портал подтверждает это. За поимку этих существ нам пришлось заплатить множеством человеческих жизней, и мы надеемся создать полную генетическую карту подопытных экземпляров. Это поможет нам ответить на многие вопросы. Да. Жалко, что отвечать уже некому. И вопросов уже никто не задаст. Так, где там дробовик? Да-да-да, вот. Блин. Вот про это я и говорил, двойная засада. Когда заходишь, а тут опа, а в засаде еще одна открывается. Тоже редкий момент такой. Перед вами артефакт Ю-1 или Душекуб. Он был найден в 2104 году при раскопках в регионе, где исследователи Ю-Лиси обнаружили следы мертвой цивилизации. Об этой цивилизации мы знаем только то, что она была уничтожена каким-то катаклизмом. Если верить расшифрованным надписям, на подлогах и ровными табличках, найден фруид. Так, еще один видеодиск. Так, загрузка видеодиска. И КПК Ларри Булман. Главный научный сотрудник. Только нужно это не здесь слушать, плю. Немас спектрон. Так, это все нафиг, нафиг, нафиг. Это нужно слушать где-то здесь. Тут довольно тихий угол. А еще тише, вот здесь. Вот, так как тут озвучка тихая. Главный научный сотрудник Ларри Булман. 19 октября 2145 года. Я изучал знаки на артефакте кубической форме, которые некоторые называют душекубом. С учетом результатов предыдущих исследований, я пришел к выводу, что это устройство должно было служить оружием. Если броски напряжения наконец прекратятся, и я смогу наконец включить линговый анализатор, то уверен, эта гипотеза подтвердится. Лишний повод подать очередную жалобу на перебои с энергией. В этом богом забытой дыре и так отвратительные условия, а еще свет постоянно мигает. Ладно, я отвлекся. То, что я дешифровал к данному моменту, несколько настораживает. Похоже, что когда владелец артефакта ранит или убивает другое существо, куб как-то подпитывается этой болью. Как только количество накопленной энергии доходит до определенного уровня, артефакт сможет убить что угодно, если ему приказать. Как конкретно приказать, я не знаю, но есть намеки, что после приказа он работает автоматически. Пока я смог расшифровать только две трети иероглифов. Но потому, что я уже сделал, видно, что это невероятно мощный артефакт. Прекрасно известно, что пока он никак не реагировал ни на что, не поддавался ни сканированию, ни разрушающим тестам, ни любым другим методам исследования, кроме разве что фотосъемки. Подозреваю, что теперь он пригоден лишь в качестве пресс-папье. Бесполезное наследие когда-то великой цивилизации. Конец записи. Блин, у него такой голос смешной. Такой аккуратный профессорский голос. Прям вообще офигеть можно. Перед вами артефакт Ю-1 или душевая. Он был найден Точно, точно, блин. Да-да-да, я забыл про видеодиск. Сорянба. И, кстати, я забыл про почту. Доктор Мальком Бетругер, куб душ как оружие. Уважаемый доктор Буллман, я получил ваш рапорт и признаюсь, он меня озадачил, принимая во внимание, как мало мы знаем про этот объект. Я просто не могу себе представить, каким образом вы смогли прийти вообще к каким-то выводам, тем более столь диким. Немедленно пришлите мне для ознакомления все ваши наработки по этому вопросу. А пока для вашего же блага настоятельно прошу держать свои соображения при себе. Мне бы не хотелось, чтобы люди думали, будто один из моих лучших ученых склонен к беспочным фантазиям. Доктор Мальком Бетругер. Марсианский приятель, выиграйте с марсианским другом. Уважаемый доктор Буллман, надеюсь, вы прочтете это письмо. Мне пришлось скрыть свое настоящее имя и адрес замаскировав называть его имени куда опаснее, чем вы можете предположить. По моему убеждению, он использует вас и обращает вашу работу во зло. Да, ваши соображения верны, и он это хорошо знает, он хочет скрыть ваше открытие от Юэси и использовать артефакт в своих целях. Я еще не знаю, зачем, но скоро выясню. Делайте все возможное, чтобы воспрепятствовать ему, не дайте ему завладеть артефактом. Отдел кадров запишитесь добровольцам. Отделение Юэси на Марсе ищет добровольцев. Мы хотели бы попросить людей из вашей команды помочь в следующих областях. Комитет безопасности взаимодействия с рабочими группами, информирование сотрудников Юэси на Марсе о важности соблюдения правил техники безопасности. Проверка наличия и исправности аптечек в помещениях, планирование мероприятий в рамках месяца техники безопасности. Участие в этом проекте принесет добровольцам дополнительно 5 кредитов в месяц. Помощь в научных исследованиях лабораториям Дельта требуются те, кто поможет им в их потрясающей научной работе. Имеется множество различных проектов. За подробной информацией обращайтесь к координатору научной деятельности. Для участия необходима справка о состоянии здоровья и отказ от исков против Юэси. Участие принесет добровольцам дополнительно 25 кредитов в месяц. Для получения более подробной информации по этим вопросам обращайтесь к Сьери Ольсен координатору деятельности добровольцев в отделе кадров Юэси. Иен Маккормик Это оружие Ларри, ты был прав когда говорил что куб душ это оружие. Я перевел знаки на нем и теперь знаю как он работает. Перед использованием куб душ нужно зарядить. Души внутри должны впитать как минимум 5 смертей до того как матрица духовного потенциала достигнет позитронного стягивания. Если вы правильно поняли знаки то куб должен как-то показать что он готов к использованию но нам еще непонятно как именно. Еще важнее мы по прежнему не представляем что произойдет когда он сработает. Этот вопрос далеко вышел за пределы компетенции марсианской базы и даже всей Юэси. Бетругеру нельзя доверять он безумен. Я готовлю рапор чтобы отослать его в высшие инстанции на земле. Удачи и да поможет нам Бог. Иен Ну и давайте посмотрим видеодиск по поводу души куба. Куб душ. Перед вами артефакт Ю-1 или души куб. Он был найден в 2104 году при раскопках в регионе где исследователи Юэси обнаружили следы мертвой цивилизации. Об этой цивилизации мы знаем только то что она была уничтожена каким-то катаклизмом если верить расшифрованным надписям на покрытых иероглифами табличках найденных в руинах. Из тех обрывков информации которые нам удалось обнаружить возникает картина высокоразвитого общества обладавшего технологией на уровне чудес. Примером тому могут быть необычайные особенности души куба. Все попытки изучения внутреннего устройства души куба оказались тщетными. Ни масс спектрометр ни рентгеноскопия не дали достоверной информации о молекулярной структуре этого объекта. Артефакт нельзя также взвесить и ни один тест не смог определить его массу. Все попытки физически нарушить целостность объекта оказались безуспешными. Также не дали успеха попытки расшифровать письмена которыми просто усеяна поверхность души куба. Фактически мы знаем о нем только то что артефакт сохраняет постоянную температуру в 37,1 градуса Цельсия. Наши исследования продолжаются и мы надеемся что в один прекрасный день сможем повелевать технологиями заключенными в души кубе. ну так нормально портативная печка постоянная температура и он был вот здесь и его спиздили души куба. Он был найден в 3600 код 372 Хороший такой сейф Много-много туда влезет всего. Я унес души куба. Тебе никогда его не отыскать. Да ты че? А если с БФГ по голове? да, ад ждет это он в точку сказал. в принципе примерно туда мы сейчас и направляемся. Ай, падла. все заляпали. так ну-ка где там буст волочка реально запарили выпрыгивать с каждого угла Элизабет Макнейл Главный наушный сотрудник комплекс Дельта уровень 2 аудиозаписей нет Эллиот Свон отчет о расследовании Уважаемая госпожа Макнейл я получил ваш официальный запрос на проведение расследования происходящего на Марсе по приказу совета директоров я немедленно отбываю к вам для расследования ваши обвинения против доктора Майкельа Бетругера были восприняты со всей серьезностью как вам известно политика ЮСи запрещает признавать или комментировать утверждения появляющиеся в прессе и основанные на слухах и сплетнях я вынужден просить вас воздержаться от обсуждения ситуации с кем бы это ни было кроме сотрудников нашего юридического отдела с искренним уважением Элиот Свон генеральный инспектор ЮСи но Свон который пролетел сюда с охранником Майкл Абрамс изменение складских кодов внимание у всего персонала уровня 2 лаборатории Дельта в целях снижения ошибок потребностей в расходных материалах я меняю все коды на дверях на дверях складские помещения мы должны по-прежнему вести точный учет всего оборудования и расходных материалов извещаю что код доступа в складскую зону 07 изменен на 7 2 5 спасибо за внимание Майк Абрамс начальник охраны комплекса Дельта Майкл Абрамс новый код двери сектор 3 согласно плану производится регулярная смена кодов доступа к уровню 3 в связи со стечением 6-месячного срока действия новый код 463 спасибо за внимание Майкл Абрамс 463 и 7 25 сохранка времени уже много отсюда вышел так какой там был код блин цифрами 7 2 5 и 463 так 463 или 7 2 5 А ну да марсиан склят нужно знать код блин я не помню что за код был вообще так потягиваем ухо с этими кодами а 7 25 а 7 25 это склад 463 бля я чувствую себя каким-то слабоумным если честно два кода не могу запомнить и применить блин вам вам на дробовик хорошая штука упора двустволка просто творит чудеса покинуть дельта сектор 2 дельта сектор 3 о лысый пошел битругер так ну дельта сектор 3 будем исследовать в следующий раз давайте закончим а с вами был Техномарк это был Doom 3 Absolut HD всем до встречи пока 2 2 1 1 2 3 Продолжение следует...